Это новости ТВК и мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Цена настоящей городской демократии. 10 миллионов рублей в год. Порядка 50 миллионов сэкономит городской бюджет, если красноярцы не будут напрямую выбирать мэра. Такую сумму озвучили в городском избиркоме, ссылаясь на опыт 2012 года, когда на досрочные выборы градоначальника потратили 48 миллионов рублей. Помню, что на этой неделе мэр Атхамакблатов пояснил, он не против отмены прямых выборов и назначения градоначальника, так как эти процессы идут по всей стране. И мы отличаться от выстраивания вертикали не должны. Последнее слово остается за депутатами городского совета, на чьи выборы исказаны в 2013 году истратили 65,5 миллионов рублей. В городской избирательной комиссии поясняют, с точки зрения экономии, выборы мэра и депутатов до последних лет проводились вместе, чтобы дважды не тратиться на оплату сотрудников участковых избирательных комиссий. На их работу во время выборов уходит около 30 миллионов рублей год. 30 миллионов рублей, это больше половины всех расходов на волеизъявления. Полномочия нынешнего мэра заканчивается в 2017 году, городского совета в 2018 году. Если бы городской совет принял решение сложить полномочия на год раньше, то выборы бы проводились совместно. Такой опыт в Красноярске уже был. И тогда никаких дополнительных финансовых расходов прямые выборы бы мэра не понесли. Если бы, конечно, власти не отказались бы еще и от выборов городских депутатов. Три месяца на то, чтобы отказаться от прямых выборов мэра, краевая прокуратура назначила срок городским властям, в течение которого должны быть внесены изменения в устав Красноярска. Ведомстве отмечают, 17 марта вступил в силу краевой закон, который предусматривает, что глава администрации избирается депутатами из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. А в уставе города по-прежнему говорится про прямые выборы. Это уже нарушение закона. До 17 июня депутатам горсовета необходимо либо внести изменения в основной документ города, либо все же обратиться в краевой парламент с инициативой о сохранении прямых выборов в Красноярске. А депутатам краевым необходимо будет эту инициативу рассмотреть. Но после заявления избранного мэра Акбулатова, что он выступает за назначение, шансов на сохранение полноценной городской демократии, судя по всему, не остается.